Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый. Да, это программа Союз нерушимый. Меня зовут Владимир Сметанин. Очередной выпуск программы в качестве еще одного ведущего и одновременно гостя этой программы. Сегодня Элонур Гусеинов, член общественной палаты Кировской области, президент Кировского благотворительного фонда Азербайджан. Добрый день. Ну, мы поясним, Азиз Алиевич Агаев находится сейчас в отпуске. Он традиционным ведущим является. Ну, надеемся, что уже к следующей передаче, которая будет через две недели, он все-таки вернется. Будем надеяться. Еще раз напомню, в чем заключается суть программы Союз нерушимый. Здесь мы говорим о вполне, мне кажется, привычных, обыденных вещах, о культуре, о традициях, о быте народов, населяющих наш регион. И вот очередная тема, которую мы сегодня обозначили, тема, на мой взгляд, очень и очень интересная. И по поводу которой мы, на самом деле, немного знаем. Традиционная одежда. Внешний, так сказать, облик человека, мужчины, женщины, ребенка в православии и исламе. И культура ношения одежды. И культура, безусловно, ношения одежды. Ну, и не только одежды, всевозможных аксессуаров. Естественно. Да. Представляем наших гостей. Отец Андрей Лебедев, руководитель миссионерского отдела Вятской пархии. Добрый день. Добрый день, это Андрей. И Габдунар Камаладин, муфтий Вятский с 1999 года по 2013 год. Здрасте. Добрый день. Добрый день. Вот я перед началом программы предупредил, что как-то, ну, экс-муфтий, бывший муфтий, как-то не слишком ложится на слог. На Востоке вообще понятия экс нет. Если человек имел какую-то должность, он остается по жизни. Экс – это англоязычная все-таки. Да, 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 западная приставка. Да, да, да. Один из основателей мечети Кировской области, муфтий Вятский. Община. Мечеть-то была уже сто лет тому назад построена. Община. Создали-то, я помню, вы, как бы, как раз у нас с Азербайджанской диаспорой совместно. Да, 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 да. Офендиев там участвовал, да, в принципе. Честно сказать, эта мечеть-то началась еще до меня, сама взятие этой мечети. Ну, я, скажем, я завершил ее получение и потом достроили, как говорится. Ну, сейчас вы, безусловно, поддерживаете связь. Конечно. Остаетесь, что называется. Духовность, он не должен уходить от человека. Он должен всегда быть человеком. Ну, давайте переходить, собственно, уже непосредственно к теме. Вот первый вопрос хочу задать нашим гостям. Вообще, чем регламентируется ношение одежды в православии, в исламе? Какие источники? Это где-то записано, как должно выглядеть? Ну, у нас два источника. Первый. Да, у нас у мусульман два источника. Да. Оно уже, как говорится, как вот, когда пророку Мухаммаду, Мустафа, салу алей ассалям, пришло откровение. Известно сегодня как Кур'ан. Это основной источник. Это прямая речь Господа пророка Мухаммаду, которая была неспослана ему через ангела Джабриила, то есть Гавриилов. Христианство оно известно. А также второй источник – это сунна. Сунна, она переводится как традиция пророка Мухаммада, Мустафа, салу алей ассалям, которая выражается в ее словах, поступках или оценках того или иного события или явления. Это называется, ну вот, на двух основах она обусловлена. И одежда тоже в исламе очень так четко предусмотрена, как должно быть одежда мужчина, одежда женщина. Ну, уже можно раскрывать. Ну, что ж, ну, известность его не уже. Может быть, регламент одежды. Ну, все понятно. Я думал, только источник вы хотели спросить, но я вот просто источник. Ну, у нас, значит, естественно, есть требования в Коране, есть понятие внутренний хиджаб. Хиджаб известен уже, в принципе, сегодня, но многие думают, что такое хиджаб. И у людей, конечно, возникает образ такой женщины, одетая всю черную, только глаза, как видно, да? Ну, на самом деле, хиджаб, это как, есть понятие внутренний хиджаб, есть понятие внешний хиджаб. Внутренний хиджаб, это значит, то есть, в Коране там есть слова, где сказано, в суре Ан-Нур, скажи верующим, пускай они потупли свои взоры и берегут свое целомудрие, это же чище для них, поистине, Аллах, сведущий о том, что они делают. То есть, это внутренний хиджаб. То есть, человек может одеваться, прикрываться, да, но если у него нет внутреннего покрывала, так скажем, от плохого, то оно ничего не даст. Настойчивой верой, можно сказать, да? Ну, не знаю, ну, как сказал пророк Алиссалям, у человека есть одно кусок мяса, если оно здорово, то все остальное у человека здорово, если оно больное, то все остальное больное, поистине, это сердце. То есть, все от сердца начинается. И хиджаб тоже начинается от сердца. Значит, согласно Корану и сунне пророка Мухаммад Алиссалям, женщина должна закрываться полностью, кроме кисти рук и лица, все остальные части тела должны быть закрыты, одежда не должна быть вызывающей. Привлекающей чужих людей и... Не мужа. А? Не мужа, предположим. Нет, муж как раз ислам поощряет, чтобы мужа привлекался. Нет, я имею в виду всех, кроме мужа. Кроме мужа, да. Кроме мужа, есть такое понятие махрам, то есть, кроме родственников, допустим, да. Около отца там она может открыто более отходить, допустим, да. Около братьев, допустим, родных имеется в виду, даже среди детей, сыновей мужа тоже не должна. И капоняна, основное, это муж. Что касается мужчин, то есть, и, соответственно, у женщины должна быть одежда такая, что видно было, что это женщина. Вот это минимальное такое требование. Что касается мужчин, мужчина тоже должна, конечно, минимально это выше пупка и ниже колен, ну, это в том случае, когда, ну, нечего одеть, так скажем, да. А так, в принципе, мужчина тоже должно одеваться в широких шалварах. То есть, сальвар называется, вот, если, ну, русские знают, это как шаровара. Кстати, это именно широкие штаны, как говорится, да. Или порты, порты, если не ошибаюсь. Ну, и, соответственно, вот, в принципе, вы видите, во мне там чапан или халат, можем сейчас все время сказать, да, вот это и тюбетейка. Но это не обязательно, сразу скажу, это желательно, чтобы мужчина ходил прикрытыми головным убором. А я, кстати, на прошлой программе только узнал, почему именно головной убор. Считается, что он может украсть память? Нет, нет. Нет, в исламе вообще понятия приметов вообще отсутствуют, поверьте мне. Это кто там, что сказал, я не знаю. То есть, традиционно такая немножко народная примета. Просто, нет, по факту, даже по-библейски, даже если посмотрите, вот просто откройте даже картинки, это все пророки прикрывали голову. Понятно, они не в тюбетейке ходили, они прикрывали, как говорится, такой, ну, платок, что ли, что-то такое, да. И, исходя из этого, мы, есть такое понятие, если ты кого-то любишь, стараешься быть похожим на них, да, то вот мы, как бы, проявляем в своем одеянии, как бы, любовь, ну, пусть это будет внешне, но постоянно, когда ты это делаешь, оно все равно пропитывается тобою. Если называется это, робита называется такой термин даже. То есть, если человек постоянно что-то делает, его эго вольно-невольно становится таким. Если человек общается с плохими людьми, он вольно-невольно становится плохим, он даже сам не займет. То есть, поговорка, с кем поведешься? Да, того наберешься, да. Да, и поэтому даже в твоем одежде должно быть признак целомудрия, признак благочестия. Хорошо, давайте к отцу Андрею переходить. Отец Андрей, а в православной культуре чем регламентируется правило ношения? Братья история, мы знаем, что все три аврамические религии, это и иудаизм, и ислам, и православие, они вышли с Востока. И поэтому культура изначально, она зарождалась на Востоке, где были длинные одежды и у мужчин и у женщин, то есть, они себя прикрывали. И уже когда стала формироваться традиция, то есть, это не догматика, что есть определенное написание в различных священных наших текстах, как должна быть выглядеть женщина, должна быть целомудрена, должна она выглядеть и украшать себя не украшением внешних одежд, а внутренним, как мы здесь говорим одинаково, внутренним своим сердцем. И то же самое есть, например, установления, которые были уже во время Иисуса Христа, когда, например, не пить секера и не носить каких-то определенных одежд, коротких одежд. Секера, вы сказали? Секера, но это считалось такой крепкой виной тогда, да? Крепкой виной. Поэтому вот эта традиция, она пришла к нами на Русь, и мы знаем, может быть, в полноте она раскрылась, начиная там уже с 9-го, 11-го века к веку 14-го, то, что мы знаем, такая Московская Русь. И когда ее описывали люди, вот эта как бы традиция, которая была, может быть, самая оптимальная для нас, она потом в каком-то формате вошла в документ «Домострой», у нас как бы такое негативное советское, может быть, отношение, что «Домострой» – это такая книжка, которая все запрещала. Да убоится жена мужа своего, в том числе. Да, на самом деле «Домострой» – это такая книжка, по которой мы сейчас, многие современные молодежи рассказываем, и они удивляются, какая там мудрая книга, где записаны традиции от того, как там было квасить правильную капусту, до того, как одеваться, как выходить замуж, как там жить в семье, как общаться с родными. То есть это была книжка, которая, можно сказать, там правила хорошего тона. И в том числе там описывается о том, что должны быть какие одежды. И эта традиция, она такая для женщины – это определенное платье, да, как бы для покрытия головы. Причём есть такая особенность, что у девочек, то есть, может быть, забегая вперёд, думаю, вернёмся к этому вопросу, девочки во многих храмах, они до того, как не выходили замуж, они покрывали голову. То есть так же нихи различали, девушка замужем или нет, стоит ли к ней подходить, знакомиться или нет. Непосредственно на службу в храме. Конечно, да, потому что храм – это было место, где все люди знакомились. То есть это было место, где собирались все, и поэтому традиция шла именно от священников. Родилась, собственно говоря, богослужебная одежда, в которой вот как бы я там одет, да, там ряса, подрясник, у неё есть своя символика и описание, почему она такая. То есть подражание, опять же, Иисуса Христа, да. А потом уже есть цветовая гамма. То есть у нас есть основные цвета. Вот сегодня у нас праздник Успения, и у нас в храмах голубые одежды. И поэтому прихожане, приходя в храм, они тоже одевают цвета, связанные с голубым. Когда Пасха – это красные, когда, скажем, другие праздники – это белые, другие цвета. Это в основном семь цветов радуги, да, которые есть. И точно так же прихожане сейчас, возвращаясь от советской традиции, когда мы ходили в штампополы, как можно было ходить, они приходят уже в одежде соответствующих цветов, соответствующих каких-то покроев, которые как раз скрывают их части тела, да, как бы закрывают их руки и ноги. Точно так же и мужчины приходят сейчас в храм в длинных рубашках, с длинным рукавом. И в этом отношении мы как раз сейчас говорим о том, что мы немножко уступаем здесь против неких таких западных веяний, которые у нас были, когда люди приходили в пляжных костюмах, в пляжной одежде в храм, да, то есть это недопустимо. То есть это шорт и футболка или что? Конечно. То есть вот так вот. Точно так же девушки приходили. Поэтому мы сейчас говорим, возвращаться к традиции, которая была дореволюционной, то есть подытоживая такую вводную часть, ходить в одежде, в которой в храм была специальная одежда, в которой ходили только храм. Одной в одежде они работали на поле, в одной одежде они ходили дома, так называлось, исподняя, да, как бы так. И одежда была, скажем, для торжественных случаев ещё отдельно расшитая. И, скажем, вот для храма как раз была одежда именно специальная, в которой они одевались в цвет и определённой длины покрови материалов, которые была возможностью делать. Причём была немножко разная культура. Опять же, культура крестьянства немножко своя, культура, скажем, мещанства своя, да, и культура, можно сказать, аристократии тоже была своя. Больше всего сохранила правильную культуру всё-таки культура народная. Аристократия, она, начиная уже там с Петра I, она вся формировалась под западный манер. Тогда появились уже короткие одежды, короткие камзолы с рукавами открытыми. Вот как раз с этого момента начинается расхождение современного Петра I. И теперь мы приходим к тому, что на сегодняшний день как раз рождается такая новая православная культура, ношение, которое осмыслило всё предание, и вырабатываются такие правила, которые уже на основе древних наших традиций и к них возвращаются сейчас. Я так понимаю, что такой термин, как мода для традиционной одежды, одежды неприменим абсолютно. Есть почему? Нет, конечно, она всё равно, в любом случае, вот сейчас батюшка рассказывал, в принципе, это же тоже сформировалось в связи с определёнными ситуациями в то время, когда на ненашнюю Россию пришло христианство, так скажем, да? Соответственно, всё равно на месте ты не можешь ещё стоять. Конечно, понятие моды есть, но когда, допустим, даже сейчас в журналы уходит женские моды для мусульманок, допустим, да? Но там есть определённые только требования. То есть, вот как я вначале сказал, что одежда не должна быть облегающей, одежда не должна быть, ну, скажем так, в тебя не должно вызывать вождление, то есть чужого человека не должно вызывать, вот посмотришь на женщину, у чужого мужчины не должно возникать вождление. Кстати, сейчас медицина доказана, когда мужчина постоянно сел, и у неё возникает вождление, он от этого ослабеет, как говорится, и поэтому многие болезни, поверьте мне, из-за этого происходят. Вот почему раньше там по десятку детей говорят, вот телевизор, да не из-за того, что телевизора не было, просто там люди были более здоровы, не только духовно, но и телесно. На самом деле, духовное здоровье, оно всё равно отражается в твоём теле. А то у нас это считается, вот только тело нас здорово, там, рекламируют, там, кащаясь туда-сюда, да? Ну, оно должно быть, как говорится, совокупности, так как есть у нас тело, так и есть душа. То есть, мы должны заботиться о своей душе, с ответственными молитвами, образом жизни и телом. То есть, мы не должны, там, пьянствовать, что попало делать, там, колоться, там, ну, издеваться над своим телом. Как такая поговорка есть ещё, здоровым духом есть здоровое тело, да? Вот, да. Наоборот, здоровом теле здоровый дух. Мы наоборот говорим. Да, вот так и должно быть, или правильно говорить, он так и должно быть, здоровом духе здоровое тело будет. Дух на первом месте, всё-таки, а не телесность. Конечно, конечно, конечно. Обычно, везде говорят, душевно больной человек. Да. Они не говорят, что телом больной больной человек, да? Нам сейчас пытаются внедрить, как будто вот тело должно быть здоровым. Да, здоровым телом будет только в том случае, если у тебя душа здоровая. Если у тебя душа больная, то тело, оно всё равно не будет здоровым. То есть, внешне он может быть, да, но мы знаем, сколько вот людей, которые, ну, переходят в чуть-чуть другую сторону, как говорится, да, то есть, мне ещё в чём-то обвинять, да, но тем не менее, это есть фактор, это исходя из того, что вот именно мы забыли о том, что из женщины Господь всё-таки нас разуме создал, правильно? То есть, мы же не рожаем мужчины, правильно? То есть, Господь им дал, их создал таким, чтобы женщины рожали, а мы отвечали за слабый пол, как говорится. Поэтому Господь дал нам свою сильную сторону и, естественно, дал и свою слабую сторону, чтобы мы не возгордились. Так и женщинам Господь дал сильную сторону, так и слабую сторону. Вот они должны, то есть, если они правильно понимают религию и живут по религиозным законам, они будут друг друга дополнять. А если же они не будут жить, то, соответственно, всегда будет недопонимание. Отец Андрей, дух всё-таки на первом месте изначально. Конечно. Но если говорить о моде, конечно, здесь мы не придерживаем модных веяний, потому что, как мы знаем, моды, которые нам приходят из Запада, она рождается, как мы сейчас обсуждали до эфира, различными мегакорпорациями брендов каких-то мировых, и уже они пытаются внедрить. То есть также это на уровне молодёжи, когда появлялась культура готов, эмов, каких-то вот таких вот молодёжных течений. Субкультур, да. Да, субкультур. И они уже стали проявляться в одежде, скажем, в каких-то вещах. А сейчас, как бы мы знаем, они какие-то другие модные тенденции делают. И пытаются говорить, что вот прошёл новый сезон, и пытаются объявлять на всех радиостанциях, какой цвет нужно носить, какие нужно носить, длину или ширину, какие аксессуары носить. И они считают, что именно в этом, украсив себя внешним телом, они правильно будут в жизни идти, в них всё будет хорошо. То есть мы говорим наоборот, что важно всё-таки на первом месте, чтобы тебе был правильно устроен дух, правильно устроена твоя семья и твоя жизнь. Тогда как бы одежда, она будет на второстепенном месте. Она помогает, но она не является определяющей. Поэтому сейчас, конечно, есть в Москве, например, пытались тоже проводить первый показ православной моды. Она заключается в том, что, например, мы знаем, наши паломники ездят по всему миру, ездят на море. И как, например, должен выглядеть для современной девушки купальный костюм. Как будто из современных материалов. И как, чтобы это можно было бы не вызывать вожделение, как мы говорили, но в то же время, чтобы оно было не таким платьем до пятой, как вот это можно совместить. И там различные варианты предлагают. Либо, например, мы знаем, что различные формы одежды, которые появляются сейчас в модной толстовке или еще какие-то, как это можно совместить, чтобы было видно, что это православная одежда или русская одежда. И вот так есть организация «Русский СИОД», которая пытается разрабатывать такие виды. Какие-то надписи сделать, какие-то стилизации. Мы ярко видим, например, это на одежде олимпийской сборной. Вот у нее как бы вот эти стилизации. И даже сейчас, если нанести на нее любую одежду, то мы видим, что эта одежда, этот человек как-то связан с русской традицией, он приехал из России. Это, мне кажется, очень таким важным, позитивным моментом, который нужно развивать. И тогда уже мы будем ходить не в надписях с футболками на английском языке, а с надписями на русском языке. Даже сейчас есть какие-то, например, аксессуары, на которых пишут, как вот, например, в исламе или в православии, какие-то надписи из священных текстов в современной транскрипции. И люди как бы носят эти надписи и тем самым пропагандируют современные традиционные ценности, да, какие-то есть. Поэтому надо как-то вот в этом движении двигаться. Хотел бы еще... Да. Я бы хотел вот еще вопрос Хаджи Габдунуру задать. Вот обычно, когда мы говорим все о женщинах, о женщинах, да, есть еще мужчины. Ну, она мужская компания здесь. Как, скажем, есть ли определенные критерии, можно сказать, дресс-код какой-то там для мужчин, как они должны выглядеть, как они одеться? Ну, я, в принципе, чуть-чуть уже сказал. В исламе я имею в виду. Дресс-код, значит, конечно, вот есть такое обязательное условие, да, обязательное условие, я уж как сказал, выше пупка и ниже коленцы должен быть закрытый мужчина там, допустим, да. Это минимальное условие, но это не значит, что... Ислам не призывает, что хотите тогда, то есть мы знаем, что в исламе мусульмане всегда закрытым ходят. Конечно, дресс-код ходит, есть, это, значит, шалвар, как я сказал, да, то есть широкие брюки. Шорты нельзя наносить, я понимаю. Нет, знаете, в исламе вообще каждое действие определяется, ну, есть категория, допустим, да, есть фарс, это, значит, обязательно для выполнения, есть ваджиб. То есть тоже обязательно, но оно как бы чуть-чуть ниже по-своему стей. И потом сунну, мустаха, макрух, мустахара, харам, да, вот как же. Харам – это уже запретно так. И поэтому шорт – это относится к категории макрух. То есть оно буквально не запрещается, но порицается. Я так понимаю, по желанию можно носить себе при определенных ситуациях. Порицается. Порицается, допустим, да. Допустим, если ты у себя в саду будешь работать в жаркие дни, допустим, да, в принципе, ислам не запретит тебе в шортах, как говорится, выйти поработать, допустим, да, это другой вопрос. Но если ты в люди входит, особенно если в храм заходишь, то мужчина тоже должен закрываться как можно больше, то есть включая до кистей рук. Вот в принципе, вот сейчас вот я сижу, это, ну, скажем так, это дресс-код мусульманина. Мы сейчас, к сожалению, не сможем описать, но если зайдете на сайтах, кирова.ру, там есть видеотрансляция, вот можете... Да, ну, в общем, дирескот, вот шалвар, я всегда ношу широкий шалвар, то есть шалвар – это штаны, так скажем, да, брюки. Всегда ношу рубашку, допустим, более широкий такой, свободный, не такой, чтобы он прижимался, да. И, соответственно, это минимально. Если я чуть-чуть холодно, допустим, одеваюсь и чапан, допустим, да, ну и всегда ношу в тюбедике. Я не важно, работаю я, не работаю я, вот я даже дома, но, в принципе, всегда в тюбедике хожу. То есть это вот, ну, у нас у татар тюбедейки, допустим, да, у нас своеобразок. Кстати, с азербайджанским, кстати, одинаково. Туркиязычные? Одинаково, нет, у нас вот с азербайджанцами и татар тюбедейки одинаково. Есть такая жесткая фейка у нас, у православных, да, на фоне. Да, 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 да. У чеченцев там чуть-чуть свои, да, но это уже, вот, как вы сказали про национальность, да, вот у русских там свои традиции. Конечно, в одежде иногда отражается, вот, одежда, которая во мне, это тоже традиционно татарские одежды, допустим, да, дореволюционные. В принципе, если вы посмотрите фотографии татар, то они, в принципе, одеты, вот если хотят увидеть, вот это есть дресс-код, то есть это имя черный, обычно любили носить, и стойка, но это не условие, как говорится, понимаешь? И почему вот мы стойку носим? Опять-таки, не уподобляться иным народам. Есть у пророка Мухаммада, Мустафа, салам алейкум, воистине ты, кому в этом мире подражаешь, воистине в Судный день, ты вместе с ним воскрешен в Судный день. То есть, неважно, кто ты по национальности, по происхождению, ты можешь быть там русским, татарином, арабом, кто угодно, да, если человек уподобляет себя к русским, он из русских, на самом деле. Я всегда, когда спрашиваю, что ты к нас, я так говорю, состояние души. Если себя ощущает татарином, да, пусть он там до десяти калим будет русским, да, он будет татарином, грубо говоря, да, это слова пророка, правильно, в принципе. Если он даже тоже татарин, да, я знаю, сколько цар себя сегодня отождествляет русскими, допустим, да. Ассимилировались, получается. Ну, это называется сегодня ассимиляция, да. Но оно во все времена было, оно было и будет. Это всегда будет. Это нормальное явление. Важно то, что это насильственное или это естественное. Вот тут надо, вот это надо понимать. Естественно, ислам насильственно запрещает никогда. То есть в исламском мире христиане жили, в принципе, они жили по своим канонам, и в их церковные дела никто не лез. И, в принципе, если даже посмотришь, в чем-то даже есть что-то общее между... Вот сегодня говорим про русскую культуру, да, многие головные уборы, если посмотрим, они, в принципе, они очень похожи на тюркские одежды, допустим, да. Вот у киргизов есть головный убор, да, а мы сейчас посмотрим, ну, у них было это, конечно, из войлока, у русских, конечно, это было из меха, да. Но если стиль, посмотришь, они одинаковые. Очень похожи. Да, очень похожи. У отца Андрея хочу все-таки тоже спросить про требования к мужскому костюму именно в православии. Ну, все-таки исторически это была рубаха. Рубаха. Ну, вообще, рубаха – это основа женской и мужской одежды. Конечно, конечно. То есть это одинаковые у всех, потом это был сюртюк. Сейчас мы привыкли к европейской, как вот, видим, у нашего коллеги. Костюм-троечка. Да. Да, на эвумере. Но все-таки сейчас больше... Это аристократический, да? Да, это аристократический вариант. А сейчас все-таки больше возвращаются к тому, чтобы возвращаться к сюртюку, то есть к традициям XIX века все идет, чтобы возвращаться именно к этим, да, как бы формату, когда проводили. Ну, а таких уже не ответственных мероприятиях, не на каких-то торжественных, там, для богослужения, все-таки мы больше рекомендуем ближе, чтобы это было к рубахе. Вот к этой традиции, если говорить о мужской одежде. Ну, не яркой, безусловно, рубаха. Конечно. Брюки, естественно, до тюмного покроя. Ну, и на ноги, чтобы желательно тоже были не сандалии, да, как бы тоже были какие-то ботинки, либо еще что-то, что тоже закрывало ноги, чтобы это было таким местом, которое бы не раскрывало все какие-то там особенности человеческого, там, может быть, тела, да. Поэтому как бы вот так вот идет. То, что мы, знаешь, может быть, видим на женихе и невесте, то есть это больше всего как-то сохранилось, да, вот платье и костюм, да, вот, который нужно максимально сохранять, как это должно быть, вот, в принципе, в человеке. Понятно, что не всегда можно ходить в вечернем платье, сыграть про девушек, и не всегда мы должны ходить в костюме, да, как бы, вот, но при этом, может быть, какие-то форматы футболок, они тоже допустимы, там, для работы, для каких-то еще специальных каких-то моментов, где мы можем носить специальную одежду, да, ее нужно там носить. В основном, как бы, нужно стремиться к этому вот идеалу, чтобы сохраняем такие русские, русский силуэт сохраняя, да, мы можем носить разную одежду. Я должен сейчас предупредить вас о том, что у нас реклама, традиционная, в середине часа, буквально пару минут, прервемся и вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый. На самом деле, мы и в перерыве, продолжаем наш разговор с нашими гостями, еще раз Илонуру предлагаю напомнить, что у нас в гостях. Добрый день еще раз. Отец Андрей. Отец Андрей Лебедев, да, руководитель миссионерского отдела Вятской епархии. Да, и Габдунур Камаладин, муфти Вятский с 1999 года по 2013. Вот сейчас мы так закономерно перетекли в тему. И еще Владимир Семетанин. Да. Волнур Гусейнов, да. Заговорили сейчас о материалах традиционных, да, православных, славянских и мусульманских. Тоже есть свои особенности и тоже есть свое значение. Отец Андрей. Да, конечно. Натуральность в первую очередь. Да, мы говорим о том, что сейчас важно говорить не только о расцвете материалов, но мы говорим, что нужно возвращаться максимально к натуральным материалам, чтобы это был лен, чтобы это были материалы, которые естественным образом были сделаны. И люди как раз для праздничных, для того, когда они приходят венчаться, для того, когда они приходят в храм, они как раз выбирают такую одежду. И даже у нас есть несколько магазинов на уровне России, которые поставляют такую одежду, именно, в которой мы будем ходить в праздники, в храм и на какие-то торжества, которые связаны из натуральных материалов. Это очень, как кажется, важно, чтобы возрождать. Потому что та одежда, которую мы сейчас носим, она из таких химических материалов, она не очень для нас полезна, не очень долговечна. И нужно возвращаться к этой традиции. Конечно, в исламе, сколько известно, есть... В принципе, в исламе, в Коране четко сказано о том, что тело нам дано как аманат, то есть Господь нам его доверил, и мы за его здоровье отвечаем. И, соответственно, одежда тоже играет очень большую роль. То есть, если она действительно искусственная, если она вредит твоему организму, то эта одежда тоже не поощряется ислам. Опять-таки говорю, то есть, прямо не сказано, но исходя из этого откровения Корана, мы понимаем, что если тот одежда, которую ты носишь, пусть даже он соответствует всем канонам ислама, но при этом оно вредно синтетически, допустим, электризой, потом ты будешь к вечеру весь такой уставший, как говорится, то воистине тогда это, конечно, для тебя сегодня может он быть порицаемо, мокрух, но если он напрямую тебе влияет твоим организмом, эта одежда, то для тебя это становится харамом. Вот, допустим, есть, конечно, шелк, вот сегодня я тебе говорил, допустим, шелк, конечно, в исламе разрешено только женщинам, мужчинам запрещено. И только в одном случае разрешено мужчинам, если она по медицинским показаниям. То есть, ну, может быть, аллергия, может быть, на все остальное, там, у человека, всякие бывают, да. Шелк все-таки тоже натуральная вещь, но, ну, есть своя специфика, поэтому исламе, она запрещена мужчинам. Ну, вот хочу тут немножко дополнить, я, как бы, читал немножко тут историю, как раз в Средневековье мусульмане, обычно арабы или персы, выходили на войну, они типа халат одевали шелка. Такой нет, не шелк, дело в том, вы чуть, может быть, неправильно объяснили там. Действительно, мы носим мусульман челму. Челму – это вот головной горь, который, ну, вокруг тюбетейки заматывается такой материал. На самом деле, это называется челма, и действительно, они в челму выходили, и дело в том, это саван. По сути дела, мусульмане носили на голове свой саван. То есть, в случае смерти они заворачивались на этом саване и похоронились. То есть, это был такой практически… Как назвать это? Кабан, да? Кафан, да, кафан. То есть, саван – это по-русски, да, кафан – это кафан называется, да. И вот они, это головной убор был действительно. В принципе, она тоже является сунной пророком Мухаммада Мустафа, салу алиссалам. И желая, мусульмане стараются в этом челме даже намаз читать, даже есть традиции у мусульман. Если в хач съездил, в хач, знаете, да, тоже специально тоже белые одежды есть. Его тоже стараются, когда умирают, чтобы на нем заворачивали. То есть, есть такие традиции, конечно. Оно тоже, в принципе, основано на религиозной основе, то есть, на базе религии. Не могу не спросить еще про внешний облик мужчины. Вот я сейчас смотрю на вас бороды. У обоих есть, да? Да, у других. И у него тоже есть чуть-чуть, чуть-чуть, да. Но у нас вообще-то учит, у других есть просто разные величины. Да, значение мужской бороды вообще в православии. Вы с вами, отец Андрей. Давайте же это раз послушаем. Отец Андрей. Здесь очень просто, как бы, эта традиция идет от того, что мы в своем образе должны подражать Христу, а Христос, он был Назареем, и они не брили бороды. И поэтому подражание ему, как бы, мужчина должен носить эту бороду. Уже там нет такой четкой регламентации, какой она должна быть, там, длины, немножко по-разному. Но мы, как бы, рекомендуем, чтобы священники, они все обязательно носят, а мужчины, как бы, мы им рекомендуем, чтобы они в какой-то период своей жизни все-таки осознали, что они мужчины, что они носители православной традиции, и тоже начали носить бороду, да. Даже мы, как знаем, и наш губернатор сейчас стал носить небольшую ту же бороду. Это тоже, как и раз, стимулирует, что он нас возмужал. Подражает Иисусу Христу, да. Ну, вообще, носить или носить бороду, это тоже такой элемент моды в последнее время, да. Ну, сегодня, да, это сегодня мода, но мы это, слава Богу, уже более... Все-таки исконное значение. Оно исконное значение, в принципе, согласен. Дело в том, действительно, это своего рода подражание пророка, не только Иисусу, в принципе. Мы знаем, что все пророки носили бороду, и в том числе и наш пророк Мухаммад Мустафа, салу алей-салям. И своих же, помимо того, что они носили, еще пророк Мухаммад Мустафа, салу алей-салям, в своих высказываниях подчеркивал значимость бороды. И поэтому в некоторых правовых школах оно считается сумной, то есть традицией пророков. В некоторых, в нашем правовом школе, оно имеет степень, даже если не обязательно, но почти ближе к обязательному. Почему? Потому что пророки ни разу не брели бороду. Раз они не брели бороду, значит, в этом есть какая-то, ну, скажем, смысл. Смысл, да. Ну, один из смыслов, да, действительно, может быть даже отличие мужчины от женщины, да, это так, к слову. Ну, хотя для верующего, честно скажу, для верующего, и меня, думаю, поддержат, неважно, зачем мы его носим. Раз пророки носили, и раз мы их любим, как я вначале сказал, только в нашем, не только, вот, в языке должно быть любовь к пророкам, к ихнему наследию, то и в нашей образе жизни она должна проявляться. Вот я всегда говорю, вот люди фанатеют от футболистов, да, носят их футболки, да. Люди фанатеют там от каких-то артистов, да, начинают носить их прически. Это тоже своего рода проявление любовь. Но ведь это грех фанатеять. Ну, это, да, они же фанатеют именно в том плане, что они фанатеют, что... Там, не за имя кумира. Нет, они от себя это сделали, понимаешь? Это вот просто футболист себе создал такой образ. У пророков же это от Бога идет откровение. То есть они не от себя ничего не делали, от себя они ничего не говорили. И поэтому, по сути дела, все, что мы делаем, мы делаем, исходя из примеров жизни пророков. А пророки были посланниками Божьей. И поэтому здесь уже, как говорится, подражание пророкам своего рода, как бы, выполнение откровения Бога. Пусть даже не напрямую, но косвенно. А вот ношение бороды интересно, да, вот. Во-первых, где-то красиво, где-то некрасиво, конечно. Мы видим, что такие бороды, да, вообще, там, издалека увидишь и испугаешься. А вот я хотел бы Хаджи Габдунуру сказать, есть ли какие-нибудь критерии ношения бороды тоже, вот. Как это вот висклами, да, длина, там, дешевые. Ну, все, понял. Еще я тут не договорил до бороды. Или в кого как растет. Да, до бороды не договорил. Сунны у пророка Мухаммада, алей-сам, есть слова, что в каждом волосинке бороды есть ангел, он сказал еще. Вот эти я забыл сказать. Просто у сподвижника пророка, алей-салям, был один сподвижник, у него было несколько волосков. Но он, тем не менее, все равно насилил его. И как-то раз пророка, алей-сам, увидев его, улыбнулся и прошел. Но он ему ничего не сказал. И тот подумал, что это смотрится очень некрасиво, что ему, ну, это было, и взял, да, и, скажем, побрил ее. И в следующий раз, когда посланник Аллах увидел, видит, что этих волосинков нет, он говорит, почему ты побрил? У посланника Аллаха, когда, говорит, я увидел, что ты улыбнулся, я подумал, что это смотрится, выглядит смешно. Он сказал, нет, я улыбнулся из-за того, что там, говорит, ангелы, говорит, между собой, говорит, хотели там, ну, у него было мало, соответственно, между собой как бы спорили за эту волосинку. Поэтому это один из. А так есть критерии, конечно, да, критерии, критерии, да, брить нельзя, брить нельзя, да, подстричь можно, поправить можно. Ну, минимальный, это вот, значит, ну, длина бороды должна быть кулак. Четыре пальца, да, получается? Ну, да, вот так вот сделал, вот. У меня вот как раз такое есть. Да, если выставляется, можно подстричь уже. Ну, да, да. Вот, в принципе, это минимальное требование. И второй ещё, пророк, алей-салям, красил свою бороду хной, то есть красный такой. Ну, меня Господь дал сразу красный, кажется, я был ленив, наверное, поэтому Господь мне сразу красный, то есть рыжий дал. То есть вот это тоже, в принципе, один из сунутов пророка, алей-салям, старикам нельзя красить, то есть вот чёрный свет, и только в определённых случаях только допускается. А так вот хной только допускается, красит. Отец Андрей, требования тоже к мужской бороде? Жёсткой никакой нет. Единственное, чтобы тоже её не стричь, да, как бы особенно это относится к монашеству. Там же у нас ещё есть более традиция, есть, скажем, женатое священство, есть, как бы, монашество. Вот к монашеству более строго, вот у них есть традиция как раз её не стричь совсем, да. А семейному, как бы, там рекомендуется, есть такие были различные указания, все на дальний период, что можно было подправить. И в основном было это две традиции. Например, у Иисуса Христа было два последователя, это был апостол Павел самый известный, у него была короткая борода. А был другой апостол, у которого была борода длинная, и вот так как бы родилось, две таких традиции шло, то есть длинной с бородой и с бородой более короткой. То есть так, что можно носить любую. Вы знаете, у нас остается буквально две минуты, я бы очень, конечно, хотел затронуть тему. Тема, она очень обширная, конечно, понимаю значение разных элементов одежды и подчёркивание, так сказать, статуса какого-то в одежде, ведь это есть, да. Ну, давайте отложим это уже на другую передачу. Вот коротенько, мне бы хотелось, чтобы вы сейчас ещё высказались по поводу аксессуаров. Всевозможные перстни, ювелирные украшения. Ну, знаете, иногда режет всё-таки глаз, когда ты видишь женщину, которая на всех десяти пальцах рук. Присутствуют кольца. Ну, женщины украшаться не запрещается в исламе, но опять-таки только для мужа. То есть женщина может украшаться для мужа дома, она может, то есть, как сказал право Алисалям, выяснено, признаком хорошей женщины это то, что когда мужчина хочет вернуться домой, да, или когда провожает с улыбкой и встречает с улыбкой мужа, да, вот это один из признаков. Поэтому, в принципе, женщине можно украшаться, но только на территории дома для мужа. Для чужих она не должна украшаться. Что касается мужчин, мужчинам вообще запрещено украшаться. Допускается только всего лишь серебряное кольцо, и всё. А что оно значит? Потому что пророк Алисалям носил перстень серебряный, у него был там, это было у него и в печать, и там было написано «Расулуллах», то есть посланник Аллаха, он с этим перстеньем как бы и ставил, вот он у него был мизинцы, кстати, носил, он его в печать ставил. И, в принципе, мусульмане, стараясь быть даже в этом, похоже быть, пророк Алисалям носит, ну, это необязательно перстень серебряный. Отец Андрей, остается буквально немного времени. Ну, здесь гораздо всё проще, потому что украшаться можно женщине, только единственное, чтобы это было в разумных пределах, чтобы это не было вызывающим. А таких жёстких критериев нет, потому что каждый как бы в традиции, немножко есть разные традиции, как это украшается. На Востоке это было более богато, да, украшение. У нас это было более скромно, у нас это было украшением мехами, например, да, там, а не какими-то юридическими украшениями. Ну, и чаще всего украшаться можно только в том критерии, когда тебе это подарил твой там супруг, твоя там мама подарила. То есть украшения изначально не были именно как подарок на свадьбу, на день рождения. Их носили как памятные вещи, подаренные от тобой любимого человека. Сейчас как бы наоборот мы себе украшаем чуть раньше, чтобы показаться всем, что у тебя есть какой-то достаток показать. То есть это не очень разумно, потому что к этому же неразумности относится там свой телефон, да, там какие-то изысканные запонки там, да, или там изысканные какие-то, скажем так, галстуки. Поэтому должен быть такой критерий некоторой внутренней совести, чтобы определять для себя границу, некого такого дресс-кода, где можно себя было ограничивать, чтобы это не было вызывающим, чтобы быть средним на уровне той местности, где ты живёшь. Вот это основной критерий. Ну что, мы подошли к финалу, хотя хотелось бы и могли бы мы продолжать, но, безусловно, я понимаю, что в тему ещё сузим одежды, да, и в очередной из следующих выпусках передач «Союз не решим» обязательно ещё поговорим. Ну что, следующая программа кухни, постараемся её посвятить. Есть традиционные национальные кухни народов России, а также других народностей, будем обсуждать. Так что я думаю, что Хаджи Габдунура тоже, он как-то связан с кухней тоже, пригласим, тоже расскажет. Ну я готов, не знаю, с чем смогу, как говорится, что-то передать. Только с угощениями сразу готовыми надо прийти, чтобы мы могли тут дегустрировать. Ну ладно, как раз у нас есть несколько, два вида блюда, которые наши... Всё, в подробности уже всё, всё, дальше. Спасибо большое нашим гостям, отец Андрей Лебедев, Габдунур Камаладин, Элу Нур Гусейнов и Владимир Семетанин. Всего доброго, до свидания. Спасибо. До свидания. Союз Нерушимый